Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события в студии Виктория Шаре. Самые интересные новости уходящей недели прямо сейчас, а пока коротко о главных темах. Игра по новым правилам. Застройщиков исторической части города ждет несколько этапов согласования. Вместо стихийного рынка – зона отдыха. Комплексное благоустройство на улице Авроры в Самаре завершится к сентябрю. Почти 5000 мест в детские сады распределили в Самаре. Процесс прошел в автоматическом режиме. Уникальный способ диагностики – около щитовидных желез. Разработка самарских медиков вошла в сотню лучших изобретений России. Завоевали золото. Команда Самарской области стала чемпионом России по пляжному регби. Новые правила игры для строителей в Самаре. Теперь, чтобы получить разрешение на застройку в исторической части города, придется пройти несколько этапов согласования. Как считают власти, это необходимо, чтобы сохранить уникальную городскую среду. Подробнее расскажет Мария Левина. Более 700 самарских зданий представляют собой историческую ценность. 47 из них являются памятниками федерального значения. Более 400 – регионального. Градозащитники выделили порядка 800 домов в Самаре, которые особого статуса не имеют, но исторически не менее ценны для города. Чтобы оценить эти помещения, в городе сформировали экспертную комиссию. В результате ревизии она рекомендовала включить в историческое поселение еще как минимум 19 домов. Результаты работы комиссии исходили с того постулата, что ЦБФО является средовыми объектами, не обладающими самодостаточную ценностью для их обязательного сохранения как объекта в культурном наследии. Их роль заключается в создании аутентичных исторических ценностей моментов городской среды. Историческое поселение Самары располагается в границах улиц Засекина, набережной Самары, Арцебушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова и Самарской. На этой территории запрещается строить высотки, а те дома, которые начали возводить еще до получения особого статуса, все же достроят. Квартиры в них уже куплены. Но чтобы получить разрешение на новые работы, строителям теперь придется пройти несколько этапов серьезного отбора. Мы рассматривали, в общем-то, у нас есть предложение абсолютно все вопросы выносить на градсовет, но мы рассматривали, конечно, градсовет города. Но если предлагают тогда и градсовет города, и градсовет при губернаторе, ну это будет еще два этапа отсечки. Вы не возражаете? Нет, я за. Все меры направлены на сохранение уникальных памятников архитектуры, которыми богата Самара. Это наследие ценно не только для жителей областного центра, но и для всего региона, отметил губернатор Дмитрий Азаров. Конечно, отдельно хочу подчеркнуть, что сохраненный для современников и потомков так называемый старый город – это своеобразный мост из прошлого в будущее, соединяющий эпохи, поколения и, конечно, человеческие судьбы, в том числе наших великих земляков. Сбережению архитектурного наследия и дальнейшему развитию Самары, конечно, мы должны уделять первостепенное внимание. Здания, которые вошли в границы исторического поселения, отреставрируют, а новостройками-великанами займутся дизайнеры, чтобы органично вписать новые дома в историческую городскую среду. Мария Левина, Николай Епифанов, События. В Самаре на заводском шоссе строители заканчивают перенос коммуникаций. В ближайшие дни начнут асфальтировать участок до проезда Мальцева. Реконструкцию ведут по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На каком этапе сейчас работы проверила глава Самары Елена Лапушкина. Вместе с ней на объекте побывала и наша съемочная группа. Участок заводского шоссе от дома 14А до проезда Мальцева скоро начнут асфальтировать. Рабочие начнут укладывать здесь нижний слой дорожного полотна. И хотя это требует приостановки движения, водители не должны почувствовать неудобств. Представитель подрядчика рассказал главе Самары Елене Лапушкиной, которая приехала на объект с проверкой, что строители организовали объездную дорогу. Пока она грунтовая, но в ближайшие дни ее отсыпят асфальтной крошкой, чтобы машины в случае дождя не застревали в грязи. Крошка должна отсыпать. Завезли тысячу тонн крошки сюда специально для этого. Сейчас Олег занимается этим вопросом. При сотруднике ГИБДД общались на эту тему. Они сказали, что покрытие надо изменить. То есть я взял на себя обязательность, что крошка там все отсыпает. А там у нас протяженность какая будет? Объездной вы имеете? Да. Там порядка двух километров. Активные работы ведут и на небольшом участке заводского шоссе 22-го портсъезда до проезда Мальцево. Здесь рабочие заканчивают перекладку коммуникаций. Водопровод и ливневую канализацию уже перенесли на проектные отметки. Осталось переложить перпендикулярные пересечения с водоводом и хозяйственно-бытовой канализацией. Это сделают в ближайшие дни. Однако для выполнения работ придется временно на пару недель перекрыть движение транспорта. В ближайшую неделю, буквально на днях, будет опубликовано постановление администрации города о перекрытии фрагментарном движении, как мы говорили. Это будет как раз-таки перекрытие напротив торгового центра. Автобусный транспорт будет пущен не на 22-й портсъезд, а на улицу Аврору временно, до 1 сентября. По контракту все работы по реконструкции участка заводского шоссе от Авроры до 22-го портсъезда должны завершить до конца октября. За оставшееся время подрядчику предстоит еще уложить верхний слой асфальта, нарисовать разметку и установить дорожные знаки и светофоры, обустроить тротуары и газоны, а также сделать освещение. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Калдашов. События. Комплексное благоустройство на улице Авроры в Самаре завершится к сентябрю. Вместо стихийного рынка здесь будет зона для семейного отдыха. Ремонтные работы выполнены на 80%. Сейчас специалисты завершают укладку плитки, обустройство газона с автополивом. Все работы по благоустройству контролируют городские власти и глава Самары Елена Лапушкина. О деталях дизайн-проекта обновления улицы Авроры расскажет Лариса Шалафаст. Вместо киосков и лотков – бульвар для прогулок. Благоустройство этой территории на улице Авроры было давней мечтой местных жителей. На протяжении многих лет здесь был рынок. Люди жаловались на большое количество мусора. За комплексное благоустройство этого участка проголосовали сами жители весной этого года во время рейтингового голосования. Летом началось благоустройство. Рабочие сняли слой старого асфальта, вывезли грунт, проложили подземные коммуникации. Сейчас обустраивают газон с автополивом на площади 12 тысяч квадратных метров. Параллельно укладывают плитку, которая займет 8 тысяч квадратных метров. Стало чище, аккуратнее, смотреть приятно. То, что было раньше, конечно, коробки, мусор, все это летало. Летало везде, по всему району. Естественно, собаки. Собаки везде были огромные. Это было ужасно. Сейчас, конечно, все к лучшему. Мы очень рады, что преображается наш город. Сейчас жители, в общем-то, довольны тем, что здесь будет комфортно, уютная зона. Дети будут отдыхать, фонтанчики. Я думаю, что это классно. Ремонт на участке улицы Авроры от аэродромной до Мариса Тореза выполняют по нацпроекту «Жилье и городская среда». В график укладываются. Работы выполнены на 80%. Спортивная площадка практически готова. Остается уложить прорезиненное покрытие. На бульваре установлена 11-метровая ель с подсветкой. Украшением прогулочной зоны станет сухой фонтан. Подземные коммуникации готовы. Рабочие приступают к облицовке. Выполнены на 95% технологические работы. Чаша бассейна закончена. Закончен монтаж насосный полностью с засыпкой всех пазухов. Сейчас ведутся как раз работы по облицовке чаш фонтана гранитом. Воплощение идей горожан в жизнь, активное участие жителей в благоустройстве – важная часть стратегии лидерства. Документы, разработанного по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. При разработке дизайн проекта нового бульвара учли мнение горожан. На бульваре установят скамейки, урны заменят освещение. Также здесь появится современное видеонаблюдение. Пять камер будет стоять, веб-камер. Здесь будет зона Wi-Fi, которая организована бесплатно для жителей, будет тоже устанавливаться. Впервые применена технология так называемой эко-плитки. То есть плитка сделана с решеточкой и будет расти трава. То есть соединён газон с плиткой. Ну, тоже, по сути, это впервые, первая попытка вот так организовать. Полностью завершить работы на бульваре запланировано к началу сентября. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. В Самаре благоустраивают аллею на пересечении Ново-Вокзальной и Старозагоры. Большую часть ремонтных работ уже выполнили. Когда жители смогут прогуляться по новому зелёному уголку, выяснила мэри Елычан. Эта аллея на пересечении Ново-Вокзальной и Старозагоры – излюбленное место жителей. Сейчас территорию приводят в порядок. Работы начали пару недель назад. Уже заменили асфальт, спилили сухие ветки с деревьев, посадили цветы. Заканчивают укладывать плитку на тротуарах. Город Зеленый Кост сейчас занимается тем, чтобы завозить грунт, обновляет его. Будут посажены отдельно газоны травяные и, соответственно, цветочницы. Но основное пожелание жителей, конечно, которое делается за счёт инвесторов. Помимо аллеи благоустраивают и прилегающую территорию. В сквере напротив проложили асфальтовые дорожки и заменили освещение. Проконтролировала, как ведутся ремонтные работы, глава Самары Елена Лапушкина. Очень рада, что наконец-то руки дошли. Конечно, это такое неграндиозное восстановление, но тем не менее порядок мы начали наводить и на этом уголке нашего замечательного города. Закончить благоустройство аллеи планируют к осени этого года. Мэри Елчан, Василий Колдашов, Константин Головин. События. 1 сентября учебный год для самарских школьников начнётся традиционно, очно из торжественной линейки. Об этом рассказали на оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. С началом осени в регионе стартует и театральный сезон. Репетиции уже идут, билетные кассы работают. Обо всём подробнее в нашем сюжете. Торжественная линейка, которая откроет новый учебный год, будет, пожалуй, единственным привычным событием для школьников. Сам учебный процесс в этом году будет организован по-новому. К примеру, чтобы минимизировать контакты, каждый класс будет закреплён за своим кабинетом. Во время перемен дети должны будут выходить в рекреации, чтобы учителя могли проветрить и обработать кабинеты. Для этого учреждения образования сейчас закупают дополнительные рециркуляторы воздуха, средства индивидуальной защиты и санитарной обработки. Санпины разрешают проведение уроков химии, физики и технологии в специализированных кабинетах. Уроки физкультуры будут проходить в спортивных залах. Педагогам и ученикам будет разрешено находиться в школе без масок и перчаток. Однако работникам пищеблока средства индивидуальной защиты потребуются. До 18 августа идёт приёмка школ, работают совместные комиссии. Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. Сейчас Министерство просвещения Российской Федерации готовит нам рекомендации проведения линейок. Это будет общий подход по всей стране. И начиная со 2 сентября мы в соответствии с требованиями санпинов, новых санпинов от 30 июня 2020 года, мы принимаем детей с 1 по 11 класс в школы в формате, когда каждый класс закреплён за конкретным кабинетом. Глава региона дал поручение проработать вопрос о том, чтобы уже в последнюю неделю августа детские сады в Самарской области начали работать в прежнем обычном режиме. На сегодняшний день действует 3349 дежурных групп. Их посещают более 40 тысяч детей. С 10 августа отменены разновозрастные группы, ребята занимаются со сверстниками, принимают в детский сад при наличии справки с работы от одного из родителей. Областной Минкульт внёс предложение разрешить открыть кассы театров и концертных залов с 12 августа и с 1 сентября начать сезон для зрителей при заполняемости залов не более чем на 50%. Репетиции уже идут в театрах, запланированные первые спектакли. Дмитрий Осаров подчеркнул, важно обеспечить безопасность зрителей. И чтобы понимать, как правильно организовать процесс, нужно уже в августе провести прогонные спектакли и отработать процедуру прохода и рассадки зрителей. Я бы предложил и театрам тоже какие-то прогоны предварительно сделать. Не всем театрам мы вот с вами благодаря концерту Гергиева поймём, как это в больших залах делается. Давайте, может быть, и выберем какой-то коллектив, театральную труппу, где в малом зале тоже посмотрим, как можно проводить спектакли, концерты. Также на совещании рассмотрели возможность провести в конце августа ставший уже традиционным для Самарской набережной «Волга-фест». В этом году в формате ярмарки культурных проектов, программа которой будет формироваться с учётом требований по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности. Виктория Шарая, события. Почти 5000 мест в детские сады распределили в Самаре. Процесс проходил в автоматическом режиме. О предоставлении места для ребёнка в детском саду родителям сообщат специалисты учреждения. Также электронное заявление перейдёт из статуса «Очередник» в статус «Направлен». Самостоятельно с результатами распределения мест можно ознакомиться на портале образовательных услуг в разделе «Поиск заявлений». В течение 10 рабочих дней родители должны предоставить письменное согласие с выделенным местом в детском саду. Им необходимо в срочном порядке явиться в образовательную организацию, предоставить весь пакет документов. Обращаю внимание, тот пакет документов, который устанавливает и указывает на льготу, необходимо заключить договор с образовательной организацией. Те родители, которые не придут и проигнорируют, конечно, не будут участвовать у нас уже в распределении заключения договорных отношений. И мы сразу выставляем эти вакантные места и проведём дополнительную процедуру распределения. Разработка самарских медиков вошла в сотню лучших изобретений России по итогам 2019 года. Уникальный способ диагностики и визуализации аденом около щитовидных желёз, созданный в Самарском государственном медицинском университете, не имеет аналогов в стране. Инновационные методики основаны на использовании ещё одной разработки самарских учёных – аппаратно-программного комплекса «Автоплан», предназначенного для предоперационного планирования. Как поможет ноу-хау врачам на практике, узнала Мэри Елчан. Выполнять операции в два раза быстрее и точнее. Это стало возможным благодаря уникальной разработке студентов и преподавателей Самарского медуниверситета. Они создали новый способ диагностики и визуализации аденом около щитовидных желёз, которые сегодня очень сложно исследовать. Один из главных элементов – устройство «Автоплан». Даже УЗИ, компьютерная томография и МРТ не позволяют со стопроцентной точностью указать место расположения поражённых участков. «Автоплан» проблему решил. Новый аппарат стал настоящим спасением для пациентов с хроническими болезнями. Программа «Автоплан» она больше всего подходит при оперативном лечении пациентов с третичным гиперпаратириозом. То есть тех пациентов, которые находятся на хроническом гемодиализе, в силу определённых причин у них начинает увеличиваться околощитовидные железы, следствие нарушения фосфорно-кальциевого обмена, и возникает повышенный выброс, в десятки раз больше нормы парад гормона, и единственным радикальным методом лечения является удаление этих околощитовидных желез. Перед операцией до разреза кожи с помощью специальной указки со светоотражающими маркерами производится так называемая привязка 3D-модели к анатомическим структурам шеи пациента. Это позволяет наблюдать на экране монитора в реальном времени модели внутреннего строения, на которые направлена указка. Это система точного предоперационного планирования и интероперационного выполнения поставленных заранее задач, что позволяет улучшить точность выполнения операции, оперировать более прецизионно, заранее знать возможные анатомические ситуации, прогнозировать возможные осложнения. Больные аденомы могут располагаться на шее в любом месте. Ранее хирург работал практически вслепую. Благодаря современному оборудованию удалось в разы сократить время операций. Тандем уже получил признание и вошел в топ-100 лучших изобретений года. С использованием уникальной технологии проведены уже десятки операций. А сам аппаратно-программный комплекс пользуется популярностью не только в Самарской области. Два таких комплекса уже внедрили в больницы Магадана. Мэри Елчан, Максим Гусев, События. До 10 нарушителей в день задерживают в акватории их самарских рек сотрудники ГИМС. Чаще всего попадаются владельцы лодок и катеров, которые перемещаются на незарегистрированных судах. Какие за это грозят штрафы, узнали наши корреспонденты, отправившись в рейд с правоохранителями. Роман Рылов закончил юрфак Самарского университета. И вот уже два года бороздит речные просторы и следит за порядком в акватории Волги. Молодой человек служит в ГИМС. Стало интересно, начал изучать, начал смотреть, начал читать нормативно-правовые акты. Ну и затянуло. Наша прекрасная природа Самарской области, доброжелательные судоводители. Обычно в большинстве случаев все воспитанные, доброжелательные, улыбающиеся люди, которые находятся на отдыхе. Естественно, не без исключений. В самые сложные случаи мы, конечно же, вызываем полицию, ОМОН. Но это бывает очень-очень редко. В этом году такого не было. За одну смену патруль может поймать до 10 нарушителей. Самая популярная причина – отсутствие регистрации на лодку. В таком случае полагается штраф в 15 тысяч рублей. Таких судоводителей удается задержать практически в первые минуты рейда. Следующие по частоте нарушения – отсутствие техосмотра, который нужно проходить раз в пять лет, и просроченные права. В этот раз капитан и вовсе без разрешения на вождение катера. Его правоохранители заметили издалека. Говорят, нарушители видно по поведению. При появлении инспекторов они начинают заметно нервничать. Как выясняется, не напрасно. Кова пока нет. Пока нет? Да. Замечательно. В этом случае нарушителю придется раскошелиться на 10 тысяч рублей. В целом же задача сотрудников ГИМС – не наказать, а предупредить происшествие на воде. И большинство находящихся у штурвала адекватно воспринимают проверки. Как правило, останавливаются люди прожелательные, с пониманием. Некоторые реагируют странно, как раньше реагировали. Позвонить, звонить, будут звонить этому, будут звонить тому. Как я уже рассказывал, звонят из-за 300-рублевого штрафа. Сложнее всего соглашаются выплатить штраф владельцы дорогих и больших судов, в стоимости которых неограниченное количество нулей. Скорость катера, на котором проходят проверки, достигает 50 км в час. Для погони, в случае чего, этого недостаточно. Но правонарушителям не стоит расслабляться. Инспекторы передают все данные своим коллегам и работают на перехват. Потому незамеченными в акватории Самарских рек остаться точно не получится. Светлана Кудрявцева, Мария Левина, Василий Колдашов, События. Пока другие страны закрыты, самое время исследовать Россию. В Самар приехали первые гости программы «Тур де пляж». Для них подготовили новую пляжную зону со всеми удобствами – шезлонги, зонтики и развлечения на любой вкус. Об особенностях тура выходного дня расскажем в следующем сюжете. Занятия йогой прямо на берегу Волги проводят для первых гостей нового тура выходного дня «Тур де пляж». Москвичка Екатерина Подчуфарова говорит, что выбрала эту программу из-за близости к столице и возможности качественно отдохнуть именно в выходные дни, не тратя отпуск на дальнюю поездку. И своим выбором осталась довольна. Очень интересный многогородный город с красивыми набережными, что прям очень было удивительно, очень разные, красивые, большие набережды, то, что много сделано пляжа в пешей доступности. Очень красивые виды, мы поднимали с горы в штольни, вообще замечательно. И запускали воздушных змеев, что тоже соокнулись в детство, прям суперское. В первый день тура гости посетили Ширяево, поднялись на гору Стрельную и гуляли по штольным. А во второй день стали первооткрывателями новой оборудованной пляжной зоны отеля, где они остановились. Для туристов подготовили шезлонги с зонтиками и полотенца, фотозону и барную стойку, мастер-классы по катанию на сапсерфинге. Очень много запросов было именно на благоустроенный пляж, чтобы с детьми можно было прийти, расположиться на шезлонгах, отдохнуть, покупаться. И мы, по сути, пошли навстречу нашим туристам, которые приезжают, обратились в правительство Самарской области, в городскую администрацию, нас поддержали. И этот проект, который сегодня открылся, это проект хорошего государственного частного партнерства. Программа выходного дня «Тур-де-пляж» – одна из пяти, которые составляют большой туристический проект «Открытая Самара», реализуемого компанией-перевозчиком, региональными туроператорами при поддержке областного правительства и городской администрации. Гости прибывают в Самару на поезде, а затем распределяются по интересующим их направлениям. Существует особое внимание и желание посетить регионы России. И, несомненно, Самарская область здесь занимает особое место на их карте. Ну и уже не первый существующий год бренд «Самара-город-курорт» – это тот бренд, который мы активно развиваем. И вот созданием таких специальных пляжных зон, еще более комфортных для наших гостей, тому подтверждение. В минувшие выходные в Самаре отдыхали гости по программам «Тур де пляж» и «Поезд на пленэр». В следующие выходные город посетят любители самарской архитектуры и «Жигулевских гор». А 22 августа в Самару приедут гурманы, чтобы попробовать волжскую кухню. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Команда Самарской области стала чемпионом России по пляжному регби. Сборная завоевала золото в финале, обыграв «Казанскую энергию» 8-6. 9 из 12 игроков нашей команды представляют спортшколу номер один. На первой тренировке после триумфальной победы побывала наша съемочная группа. Спортсмены сборной Самарской области по регби к тренировкам приступили сразу, как только вернулись в Самару. Расслабляться некогда, теперь нужно удерживать высокую планку. Как только приехал только домой, я сразу начал пересматривать свои игры и находить свои ошибки, анализировать их. И как-то указывать на мои слабые какие-то стороны, над которыми нужно поработать. В национальном чемпионате по пляжному регби участвовало 15 мужских команд. Сборная Самарской области, сформированная на базе спортшколы Олимпийского резерва Министерства спорта региона, впервые стала чемпионом страны. В финале турнира самарцы обыграли главного фаворита – «Казанскую энергию» 8-6. Руки на финале не дрожали, и не было волнений, что там что-то произойдет не так. Парни сделали ровно то, что умеют, и сделали очень хорошо. Большое внимание созданию условий для подготовки спортивного резерва уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В своем послании он отмечал, главой государства поставлена задача подготовить спортсменов для включения их в составы сборных команд. И в регионе созданы условия для развития спорта. По нацпроекту «Демография» спортшколы получают дополнительную поддержку. Так, сборная по Рыгове получила 30 мячей. Это действительно было запланировано нами раньше, в рамках национального проекта. Есть несколько организаций, учреждений, которые получили эту федеральную поддержку. Два государственных учреждений – ШОР номер один и ШОР номер пять. И это несколько вид спорта. Поэтому она предусмотрена по годам. Я думаю, что на следующий год мы тоже определим организации спортсменов и детей, которые такую поддержку получат. Старые мячи, которые тоже в хорошем состоянии, передадут детским командам для тренировок. Лариса Шлафаст, События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экраны своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok